Многолетний рынок на проспекте 50-летия в ЛКСМ провели проверку. Спустя 75 лет на родину привезли тело еще одного бойца Великой Отечественной. Всего 7 дней, а сколько дел? Как проходит с Российской недели добра в нашем регионе, расскажем в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также по легковой восьмерке спуска Степана Разина. Кроме того, на участке от улицы Ленина до Кузнецова будет ограничено движение автотранспорта по ходу движения колонны. Ближним засвияжье жалуются на узкие тротуары, но причина не в реконструкции улиц, а в том, что пешеходку оккупировали торговцы. Знаковым объектом стал проспект 50-летия в ЛКСМ. Как раз туда нагрянули инспекторы с прессы. Эдуард Истомин подробнее. На проспекте 50-летия в ЛКСМ типичная барахолка. Здесь можно купить от трусов до жирной скумбрии. Но сегодня халатный бум. Одежда от тети Фросси на ура. Демократичная и без налогов. Иными словами, налетай подешевело. Я не продавец, я тут не продаю, а помогаю просто. Какой помогать? Вообще разные вещи. Хорошо, а вот это вот, у вас посчитано весь этот товар? Естественно, посчитано. Посчитано. Вот и есть ли на него сопроводительный документ? Может, они ворованные? Ну, а мы же знаем, откуда они их привозят, правильно? Ой, все, больше не будет. И все же поговорить пришлось, правда, на языке протоколов. И гуманных помощниц оштрафовали за незаконное предпринимательство. А с прилавка этой точки изъяли мясо. То ли свинину купеческую, то ли тушканчика вестибюльного. Сегодня было приостановлено более 14 килограмм мяса. О неизвестном происхождении мяса. Без каких-либо отисков клеем и неизвестном происхождении. Мясо отправили в лабораторию на экспертизу, точку прикрыли. Но надолго ли? Вот и сейчас многие барахольщики удрали пока проверка. Кто замок нацепил на киоск, а кто и товар бросил, откочевав подальше. Жители соседних домов негодуют. Здесь напротив наших окон, елки и кустарники, там общественный туалет устроен. Оттуда выходят, руки не моют, опять все это продают. В общем, я же был в администрации, а мы ничего не можем сделать. Этот проспект раньше был, как музей. Здесь люди показывали, приезжали иностранцы на автозавод. Улицу надо освобождать от продавцов, от этих. Ижахамеды, они обманывают по весу людям. Покупали, покупали. 70-80 рублей. Если бы захотели их убрать, 5 минут бы и убрали. Кому выгодно? Вы скажите нам, кому выгодно это? Впрочем, нашлись и такие. Ведь когда есть мясные папики, то найдутся и голодные тузики. Процветают, похоже, и местные бутлегеры. У Шанита точно в шоколаде. Они здесь продают водку, здесь продают. Курят и пьют тут же. Покажите, где продают водку? Вот. Прямо вот здесь, да? Да. А когда вы вечером? Утром, когда идут люди на работу. И вечером. А эта урна стала символом некогда красивого проспекта. Ее, похоже, убирают раз в пятилетку. И это логично. Ведь инспекторы уйдут, вернется и торговая вольница к своим прилавкам. Штрафами в 500 рублей их точно не напугаешь. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Ульяновске осудили руководителя фирмы, который организовал незаконную вырубку деревьев в парке Виновская роща. Как установили следователи, в январе 2016 года 46-летний предприниматель взял в аренду земельный участок на границе с территорией памятника природы регионального значения. Через месяц Андрей Элатомцев и без каких-либо документов вырубил 83 дерева редких пород, в том числе и на территории парка Виновская роща. Таким образом, бизнесмен нанес городу ущерб в сумме 17 миллионов рублей. На основании представленных доказательств суд вынес решение приговорить Андрея Элатомцева к двум годам колонии общего режима и взыскать с него компенсацию в пользу муниципалитета. С этой целью арестован его автомобиль, здание и сооружение производственной базы, а также 19 снегоходов и квадроциклов общей стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Приговор уже вступил в законную силу. В Ульяновскую область возвратился еще один солдат. 2 апреля волонтеры поискового отряда «Курган» из Волгоградской области нашли останки лейтенанта 24-летнего Сергея Ивановича Волгина, уроженца рабочего поселка имени Ленина Барышевского района. Накануне состоялось погребение тела солдата. По традиции оно прошло со всеми почестями и по православным канонам. Лейтенант Сергей Волгин был командиром отряда. Как выяснили поисковики, он воевал на южном рубеже Сталинградского фронта и числился пропавшим без вести с ноября 1942 года. Оказалось, у Волгина много родственников. Проводить его в последний путь спустя 75 лет после гибели на войне приехали 8 человек из разных уголков страны. Среди них две двоюродные сестры – Валентина и Нелли. Когда нам позвонили по телефону, конечно, был шок. Шок был не только у нас, но и у всех знакомых, которым мы рассказывали. Это такая неожиданность, ведь прошло 75 лет. Притом мы его ведь не знали в лицо. Я 45-го года рождения, послевоенная, но Нелли немножко постарше. Поэтому мы знали только по рассказам бабушки, по фотографиям, то есть по архиву, который сохранился от бабушки. Отпевание солдата проходило в Свято-Троицком кафедральном соборе Барыша. До начала обряды останки лейтенанта находились в церкви всю ночь. Песня. После отпевания траурная процессия выдвинулась в центр Барыша. Рядом с памятником воину-победителю прошла гражданская панихида, где говорили о великом подвиге всех безвестно погибших солдат. Перед нами стоит главная задача сохранить эту память и донести через 100, через 200 лет слава советскому солдату, слава воину-победителю. По окончании гражданской панихиды процессия отправилась на родину Сергея Волгина, в рабочий поселок имени Ленина. Там сохранился дом, в котором жил командир. Дети посадили здесь рябину и увенчали ее памятной табличкой. А вот и последнее пристанище Сергея Волгина – поселковое кладбище. Через 75 лет он вернулся домой. Значит, работа по нему у поискового отряда «Курган» окончена. Чувство выполненного долга. Для каждого поисковика привезти на родину поднятого солдата – это долг чести. Поэтому для нас это очень серьезное событие. Мы пытаемся к этому событию привлечь как больше молодежи, чтобы они понимали, прониклись этим всем. Лейтенанта Сергея Волгина похоронили рядом с его младшей сестрой Лидией. Васа Рассадина, Дмитрий Гурин, Вести Ульяновск, из Барышского района. Георгиевская лента – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для фронта. Это символ уважения к ветеранам и гордость за великую победу. Всероссийская акция «Георгиевская лента» стартовала в Ульяновске. Сотрудники областной госавтоинспекции совместно с Министерством образования региона и волонтерами вышли на улицы города с символами победы, раздавали их водителям и прохожим. Для всех наша общая победа, она едина и важна. Поэтому символ «Георгиевская ленточка» именно привносит общность и единение с народом, с жителями Ульяновской области, не только. Потому что это акция всероссийская. Акция «Георгиевская лента» проходит в России уже больше 10 лет. Люди относятся к символу с трепетом. Наши дети и наши отцы за это воевали. Это надо ценить и нам, и нашим детям. Получить ленточку от волонтеров победы может каждый ульяновец. В Железнодорожном районе акция проходит у ДК «Современник». В Ленинском на улице Гончарова у Центрального универмага. За свяжью торговых центров «Дарс» и «Аквамол». А в Левобережье ленту можно получить на проспекте Ленинского комсомола. Принесли пациентам весну. В стенах областной детской клинической больницы в Ульяновске сегодня не смолкает музыка и смех. Для малышей устроили настоящий праздник с воздушными шарами и аквагримом. С 22 апреля в стране стартовала весенняя неделя добра. К ней присоединился и наш регион. В сотрудничестве с Общественной палатой губернии и Ульяновскими некоммерческими организациями в течение недели в области пройдет множество благотворительных праздников и акций. Это и экологические пикники, это и помощь приемным семьям, и пожилым гражданам, и патриотическое воспитание. В общем, огромный спектр маленьких, небольших, добрых мероприятий, в которых могут поучаствовать абсолютно все жители. Также к нам присоединились и районы, и муниципальные образования. Они представили свои отдельные планы. Свои отдельные планы на весеннюю неделю добра, в которых они также прописали, как они вовлекают жителей в эти небольшие, маленькие, добрые, благотворительные дела. В областной детской больнице праздник помогли организовать волонтеры из педагогического университета. Студенты не всяких акций, по собственной инициативе на протяжении вот уже нескольких лет два раза в неделю приходят и проводят с детьми игровые программы. У нас есть и отделение такое, как он, как гематология, где лежат тяжелые дети, и чисто психологическая разрядка им необходима. Они приходят, отвлекают детей, играть с ними в развлекательные игры. И, в общем, иногда даже мамам просто поговорить с этими такими оптимистичными молодыми людьми очень приятно. Организаторы предлагают ульяновцам самим принять участие в акции и сделать любое доброе дело. Так, 29 апреля можно своими руками изготовить книгу для слепых. Мастер-класс пройдет в геронтологическом центре на улице Оренбургской, 31. 30 апреля активисты проведут уборку мест летнего отдыха в поселке Колхозный. А после субботника всех участников ожидает благотворительный пикник. Трудолюбивый бурлак, уникальная беляна, пароход «Ласточка» из культового фильма. В Музее народного творчества сегодня открывается выставка «Пароход. Волга.ру». В экспозиции картины с пейзажами старой Волги и модели речных судов волжского пароходства. О том, как корабли уплывают в зенит на фоне играющей живописи Эдуард Истомин. Для Бориса Агузарова «Волга» символ отечественного величия. Русская река, говорит Самарский краевед, стала опорной линией к освоению Востока. Но история истории, а что же осталось в уголках памяти? Мы все прекрасно помним слова, песни. Там выплывают расписные стенки разины чулны. То есть, как бы вот можем собраться в компании «Друзья весь петь». И когда возникает вопрос, а в каком месте они были расписные, чем они были расписные, какие у них были паруса. Любознательность по жизни. Эта черта стояла у истоков серьезного увлечения. Хотя макетно-корабельный труд – это не только творческий полет, но и материальные затраты, душевные усилия, да и времени в обрез. «Я не инженер», – признается Борис Амурханович, чертежей строго не придерживаясь. «Корабел, инженер скажет, что-то у тебя неправильно сделаны детали, книги-то, они немножко другие были. Для меня, как для историка краеведа, важным было создать образ. Представить не просто образ корабля, а образ «Волги» как таковой». Фоном к выставке служит корабельная оснастка. Это цепи, канаты и даже якорек для катера по принципу плуга. Творческую поддержку самарскому краеведу оказал ульяновской мастер-кисти Анатолий Солуянов. На 20 полотнах живописные пейзажи с видами старой «Волги». Он провел свою жизнь на «Волге». И когда, в общем-то, узнал, что «Волга» будет, она изменится, и когда она уже изменилась, им просто очень хотелось, чтобы люди увидели ту старую «Волгу». Выставка «Пароход.Волга.ру» работает с 27 апреля в Музее народного творчества. Желающие также смогут послушать лекции Бориса Агузарова из истории волжского пароходства. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Сейчас информация о погоде. А следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» 18.20 представит моя коллега Ксения Грищенко. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Сейчас в Ульяновске 18 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%. Везер юго-западный 15 метров в секунду.